МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском студии Миром Гульсал Кимбаева в начале выпуска. Коротко о главном. Пятилетняя жертва педофила из города Сатпаев перенесла операцию, а избивший подозреваемого сержант Бауржан Жалмагомбетов освобожден из-под стражи. Ремонт дороги Караганда-Тимиртау будет сдана на эксплуатацию только в следующем году. Почему строительство одной из важных магистралей до сих пор не могут закончить? Подробнее в нашем сюжете. В Караганде запущен первый этап завода по утилизации авто. На предприятии будут перерабатывать до 25 старых автомобилей в час. Завод открыла компания Recycling Company на территории специальной экономической зоны Сарарка. Весть об изнасиловании 50-летним мужчиной и 5-летней девочке в Сатпаеве потрясла не только жителей шахтерской столицы, но и всех казахстанцев. Предполагаемый педофил признал свою вину в совершении преступления. На сегодняшний день 5-летняя жертва педофила из города Сатпаев перенесла операцию. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. А избивший предполагаемого педофила сержант Вауржан Жалмагомбетов освобожден из-под стражи. 5-летней девочке сделали операцию в Карагандинской областной детской больнице. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Операция прошла успешно, но теперь ей предстоит курс лечения. Вчера в больницу была доставлена девочка 5 лет. Была доставлена из города Джисказгана сама, она жительница города Сатпаева. Состояние ребенка на сегодняшний момент стабильное, но тяжелое. В настоящий момент ей проводится операция. Тяжелое психологическое потрясение пережила не только девочка, но и ее родители. Семьей оказывается всяческая помощь, а также семьей работают психологи. Вчера сделали операцию на толстую кишку, сейчас дочь еще в больнице. Нас ожидают еще две операции. Сейчас ей назначили восстановительный курс. Принимаем обезболивающие препараты. Врачи говорят, что еще три дня она будет лежать в реанимации, а после переведут в общую палату. А вот обвиняемого сержанта Бауржана Жалмагомбетова выпустили из-под стражи. Ранее сообщалось, что в кабинете следователя органов внутренних дел города Сатпаев сержант Бауржан Жалмагомбетов избил подозреваемого. О том, что полицейский нанес ему несколько ударов руками и ногами, стало известно с помощью видеозаписи. Видео попало в сеть и тут же вызвало резонанс. Руководство Департамента внутренних дел Карагандинской области распорядилось уволить сержанта за превышение полномочий. Однако многие пользователи интернета выступили в защиту, запустив специальный флешмоб. В настоящее время в связи с поступившим ходатайством родственников сержант полиции был освобожден из изолятора временного содержания. На сегодня все следственные работы закончились. В отношении сержанта Бауржана Жалмагометова досудебное расследование продолжается. Прокуратура 26 июля освободила полицейского под залог. На период расследования он будет находиться на свободе, а следователем назначен строгий выговор. Бауржану Жалмагометову запрещено покидать город Сатпаев, находиться в ночное время в вывеселительных заведениях. Он должен являться к следователю на допрос по первому требованию. Малейшее нарушение ограничения может повлечь изменение меры пресечения на содержание под стражей. Однако жители страны продолжают публиковать просьбы и обращения. С призывом восстановить сержанта в должности и закрыть возбужденное против него уголовное дело. Осель Сознабаева, Никита Миткин, 1-й Карагандинский. Ремонт дороги Караганда-Тимиртау, которую запланировали сделать три года назад, под угрозой срыва. Строительство важной для города магистрали завершат только к середине следующего года. Почему строительство одной из важных магистрали до сих пор не могут закончить, расскажем в следующем сюжете. Дорогу должны были сдать до 1 декабря, но подрядчики называют эти сроки нереальными. Изначально работы были запланированы на три года, но чиновники установили свои сроки. А подрядные организации называют эти сроки пока невозможными. Есть технология, где каждый срок должен на определенное время отстояться. Потому что быстро-быстро и дальше будет брак. Но и это еще не все. Препятствием к своевременной сдаче объекта являются еще некоторые детали, говорят руководители проекта. Однако подрядчики обещают, что движение полностью откроют уже в этом году. Строительство начали еще в начале марта, 4 месяца назад. До холодов осталось столько же времени, но работа не выполнена даже наполовину. В Астане о расширении трассы говорили еще в 2014 году. Завершить ремонт планировали к 2017. Над строительством магистрали сейчас трудятся три компании. То ОССР, то ОДАУЛЕТ ДОРСТРОЙ, то ОМОТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД НОМЕР 25 ИМЕНИ Рязанова. Сейчас движение от Караганды до Тимиртау сильно затруднено. В день здесь проезжают 20 тысяч автомашин. Но по поводу ремонтных работ и чиновники, и лица компании конкретно сказать ничего не могут. При подготовке данного материала мы хотели связаться с руководством компании «Казавтожол» по телефону, но не смогли застать их на месте. Далее отправили официальный запрос. После получения всех достоверных данных мы расскажем о конечных сроках ремонта автодороги. Фариза Албаева, Никита Миткин, 1-й Карагандинский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый вице-министр по инвестициям и развитию Али Кайдарбаев, вице-министр энергетики Ганиса Дебеков, а также представители отечественных автопроизводителей и экологических организаций. Старт цивилизационной утилизации дали глава региона и руководство завода. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Проект долгожданный, важный и очень нужный. Он нужный не только для Карагандинской области, он нужный для всей нашей страны. В Караганду уже вскоре свезут весь автохлам страны. Близ Октябрьского района открыли первый в стране завод по утилизации старых машин. После утилизации остаются рассортированные мелкие фракции. Металл отдельно, пластмасса отдельно. Все это идет на вторичную переработку. В час здесь могут утилизировать 20 машин. А в год предприятие способно уничтожить до 50 тысяч устаревших экземпляров. На текущий момент, согласно информации этого оператора РОП, собрано порядка 30 тысяч таких автомашин. Если мы говорим о производственной мощности завода 50 тысяч тонн в год, то на текущий момент мы можем смело говорить, что сырьем мы обеспечены на полгода. Но согласно информации этого оператора РОП, данная цифра намного в разы больше. Процесс предприятия максимально автоматизирован. Первая партия под пресс пошла на глазах у столичных чиновников. Им наглядно показали, как машина превращается во вторсырье. Процесс утилизации состоит из нескольких этапов. Сперва из автомобиля делают вот такие брикеты, после чего помещают вот такое устройство, которое разделяет его на металлы. Сейчас на заводе находятся около 5 тысяч машин в виде брикетов. Полученные из отходов фракции цветных и черных металлов будут доставляться на металлургические предприятия региона. Это окажет мультипликативный эффект на смежные отрасли экономики, заявил вице-министр энергетики. Оно в перспективе должно быть самопокупаемым. Как я говорил, что это в отрасли является одним из самых динамично развивающих. Сегодня открылся только первый этап. Самое интересное будет во втором этапе, когда уже отходы автомобилей приобретут уже новую жизнь. Они будут дальнейшим использованием, который в одном объеме отвечает той политике, которую проводит правительство по циркулярной экономике. 70 человек ежедневно будут трудиться над тем, чтобы наконец уничтожить тот автохлам, который еще недавно ездил по дорогам страны. Но основной процесс утилизации происходит совсем в другом месте. Шейдерная установка или другими словами ножницы просто разрезают автомобиль на мелкие кусочки. Сдав машину в данное предприятие, вы можете также значительно подзаработать. Объем инвестиций почти 3,5 миллиарда тенге. 70 рабочих мест здесь будут созданы. Очень важный проект для нашего региона. Есть два варианта. Люди, которые сдают, могут брать сразу же наличностью около 150 тысяч тенге за автомобиль целостный. Или же получить сертификат скидочный. Его стоимость для легковых машин начинается от 350. В дальнейшем он может этот сертификат использовать для приобретения новых автомобилей, для казахстанской сборки. То есть это его уже условная скидка. Этот сертификат может передаваться. Он действует в течение года. Сейчас в стране зарегистрировано около 5 миллионов автомобилей. Третий из них считается устаревшей. Чтобы автомобили попали на завод, а не чизили на дорогах, запущена специальная программа утилизации. За месяц ее работы со старыми авто выгодно расстались порядка 250 владельцев. Сейчас в 17 пунктах приема старых авто по стране собрано 30 тысяч легковых машин. В основном это легендарные советские «Жигули», «Москвичи» и «Запорожцы». Их переработка на заводе займет полгода. По прогнозам экономистов, рентабельным предприятием может стать лишь при массовой утилизации грузовой автотехники. Фариза Олбаева, Сергей Высокосов, Никита Миткин, 1-й Карагандинский. Глава Карагандинской области Ерлан Кошанов вошел в топ рейтинга акимов по мнению народа. 29 мая начался онлайн-проект «Голос народа». В нем казахстанцы оценивают города, министров, а также акимов. Карагандинцы активно поддерживают главу региона в онлайн-голосовании. Жители других же районов готовы поспорить и голосуют за своих акимов. Однако Ерлан Кошанов вошел в топ лучших в номинации «Самый активный аким». Глава региона Ерлан Кошанов расположился в рейтинге на втором месте. За него проголосовало 24 тысячи человек. Более четырех месяцев назад прошло с тех пор, как он стал акимом Карагандинской области. Оказалось, за столь короткий срок жителям шахтерской столицы пришелся по душе новый аким, который приехал к нам из Астаны, где руководил канцелярией премьер-министра. Все это неспроста, уверяют горожане, ведь глава региона активно участвует в решении проблемных вопросов. Кроме того, уделил особое внимание паводковой ситуации. Возмещение ущерба. Там, вы говорите, телевизор, все это. Посмотрите, это надо. Скажите, а давление не будет в сторону независимой комиссии? Что-то такое зло хорошее. Никакое не будет. Не будет? Под моим контролем никакого давления не будет. Мы надеемся на это. Мы сейчас думаем, как системно решить эту проблему за лето. Да, это надо. У нас все, и люди говорят, что не обязательно, что нам деньги. Главное, сделайте плотину, чтобы мы вот этого горя не знали. Мы сейчас думаем, я дал поручение сейчас ученых привлекли мы в гидрозах. Да, 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 да. Что-то такое горе не знали. Или будет там водная дамба. Ну, изучаем этот вопрос. Помимо этого, Ерлан Кушанов активно занялся работой общественного транспорта в городе. Выделил миллиарды на ремонт дорог, активно контролируя работу подрядчиков, при этом уделяя особое внимание качеству выполненной работы. Вы не качественно делаете? Почему не качественно? Как не качественно? Стараемся качественно. Вы в этом году ослаблено переделывали? Да. Республиканская дорога, что у вас здесь делается? Республиканская черная связь? А почему у нас вы делаете? Не, она не распространяется. Распространяется? Даже в прошлом году были вратовники и только наши дороги. А за другим сами ответили? Ну, весь город делал об этом. Это так и не могли понять, в чем проблема. Битя, там материали какие-то. Я сегодня говорил, где это? На следующий день. На следующий день. Проверьте, еще раз хочу. Все пусть переделывают. Кроме того, в городе полным ходом идут работы по благоустройству дворов, а также ремонт школ и садиков. Конечно, еще предстоит много работы. Делаться будет не все сразу. Главное – запастись терпением. А сердце Замбаева. Ваши славы, Клубеков. Никита Миткин. Первый Карагандинский. Более 400 военнослужащих вернулись с международной выставки Экспо-2017. Сегодня воинская часть 54-51 торжественно встретил личный состав. Отличившихся защитников родины наградили нагрудными знаками, грамотами и часами с символикой национальной гвардии. Прежде чем поехать на Экспо-2017, все военнослужащие прошли серьезный отбор. Солдат тестировали на знание английского языка, проводили психологические опросы и проверяли физическую подготовку. За время командировки гвардейцами были выявлены более 200 административных правонарушений и 25 уголовных преступлений. Среди защитников – Иерсен Жамаш. За отличную службу ему дали отпуск. Нас для Экспо отбирали по высоким показателям. И два месяца назад мы поехали в Астану для обеспечения охраны общественного порядка. Основная наша задача была следить за безопасностью местных жителей и туристов. Да, было много случаев. Часто из них – это потери детей. Было и наркотики находили, задерживали наркоманов. Благодарю всех за такой теплый прием. Два месяца личный состав воинской части 54-51 следил за порядком и безопасностью жителей и гостей столицы. И сегодня всех 400 военнослужащих, приехавших с международной выставки Экспо-2017, торжественно встретили на плацу. Особо отличившихся наградили нагрудными знаками «Курамдых Тартапты Сахтаганшин» и часами с символикой Национальной гвардии. Сегодня в войсковой части 54-51 проводятся мероприятия по встрече военнослужащих, которые два месяца назад здесь мы провожали для выполнения мероприятия, которые проходят в Астане. Экспо-2017. Два месяца личный состав. Сегодня с достоинством, с честью выполнил поставленные задачи перед нашим личным составом главнокомандующим, министром. И получив высокую оценку, сегодня вернулись в свою воинскую часть. Также вместе с гвардейцами на Экспо-2017 поехали бойцы отряда специального назначения «Беркут». Но они пробудут там до конца международной выставки. Гульнур Жакен, Ажар Агибаева, Жасулан Макулбеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский. До начала акции для гражданских инициатив остался один день. В ходе такого мероприятия жителям шахтерской столицы предлагают поделиться идеями, как сделать жизнь лучше. Самые интересные и значимые из них войдут в один большой национальный проект президента страны – программу «Рухани Жангру». День гражданских инициатив пройдет в Караганде впервые в рамках реализации общенациональной программы «Рухани Жангру». Все желающие могут рассказать свои предложения по улучшению жизни в городе 28 июля с 10 до 16 часов по адресу город Караганда, улица Гоголя, 31, офис 204. Организаторы акции готовы принять и обсудить любые идеи и предложения, как улучшить жизнь в городе, районе, области, сделать ее более качественной и достойной. От мнения каждого из нас зависит, каким будет будущее той малой родины, в которой мы живем. Самые интересные и значимые из них войдут в один большой национальный проект президента страны – программу «Рухани Жангру», подчеркивают организаторы акции. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по номеру 420649. Также наши новости вы можете посмотреть на сайте телеканала «Первый Карагандинский». Я с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова